Меньше комплексов, больше аксессуаров. Делись каждой уверенной в себе женщины. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Без комплексов. Новая я» на канале РТР Молдова. Это мне? Спасибо. В день рождения нам, как никогда, хочется сюрпризов. Супруг нашей новой героини решил сделать сюрприз своей любимой и написал заявку на участие в программе. Мол, помогите поменять стиль моей супруги. Людмила не знала об этом и также отправила нам заявку на участие с тем же текстом. Что ж, заявку от Людмилы мы приняли, супругу мы ничего не скажем. Пусть для него это будет сюрпризом. Людмила. Возраст 43 года. Призвание бухгалтер. В гардеробе больше всего джинсов и свитеров. Надеяться, что стилисты программы создадут ей новый яркий и молодежный образ. Новая героиня программы не ожидала увидеть камеру на первой встрече с командой наших стилистов в конференц-зале «Кафе-караокки Папарацци». Вначале она немного растерялась, но потом разговор сложился очень продуктивный. Честно говоря, я боюсь таких вот, да, там, резких перемен, там, какого-то кардинального смены цвета, какой-то там короткой стрижки. Морально, честно, к этому не готова. Вот короткая стрижка, вот короткая стрижка. То есть видно, что есть какой-то образ. Вы что хотите это длинное показать? Ну, для того, чтобы были они длинные, да, нужно иногда вот это пережить. То есть постоянно не получается пережить, потому что то одна проблема, то другая. Вот сегодня дождь, да, я не знаю, к счастью или к несчастью. В общем, все равно. То есть если черный нет, то зеленый да? Конечно, конечно. То есть вот на данный момент вот это вот, кончики, это тоже результат. Наша задача ясна. Новый образ Людмилы должен быть не только праздничным ко дню рождения, но также должен приятно удивить любимого супруга. Что ж, беремся за дело. Знала ли Людмила, отправляя заявку на участие в нашей программе, что для создания нового образа потребуется столько усилий, прежде всего с ее стороны? Предварительная встреча в конференц-зале, предварительные примерки, встреча со стилистами в бюте Академии Василия Горбачева – это не полный список. Прежде всего мы направили ее в лабораторию красоты к специалисту Ольге Циркан. Зачем? Вы сейчас сами все увидите. Прежде чем наша героиня Людмила попадет к стилистам, мы должны внести определенные изменения в ее лицо. То есть то, что на самом деле не нравится ей самой, это изменения маленькие, тоненькие линиечки на лбу, но тем не менее они портят ее замечательное лицо. Морщинки на лбу достаточно глубокие, они мимические, поэтому первое, что мы будем делать, это все равно инъекции ботокса, для того, чтобы расслабить мышцы. Но за счет того, что они уже сформировались настолько глубоко, настолько сильно, что изменились уже слои кожи, для того, чтобы это скорректировать, придется сделать инъекции гиалуроновой кислоты. Как при любой процедуре эстетической, которая связана с уколами, мы все-таки стараемся обезболить. Это было просто нанесение крема, потому что, в принципе, область лба очень нечувствительная зона, очень малочувствительная зона, тем более, что наша пациентка достаточно выдержанная, но тем не менее, чтобы было все комфортно, и чтобы она не вспоминала, чтобы у нее воспоминания остались только позитивные, мы нанесли немножко крема, и буквально в течение 10 минут мы сделали процедуру. Мы сделали инъекции ботокса, для того, чтобы это очень просто, легко. К сожалению, эффекта не видно сразу, поэтому мы сразу сделали и уколы гиалуроновой кислоты, для того, чтобы немножечко расслабить, именно ввести в сами морщинки, эффект будет через несколько дней. Гиалуроновая кислота достаточно быстрая процедура, и достаточно, то есть эффект мы видим прямо сразу, но это будет, это обычно гиперкоррекция, то есть поначалу кажется, что это бугры, что это лишнее, что это слишком много. На самом деле, опять же, через несколько, два, три, может быть, четыре дня все выравнивается, выглаживается, гиалуроновая кислота интегрируется в кожу, то есть проникает во все слои и приводит к тому, что практически все выравнивается. К сожалению, должна сказать, что это все равно не будет такой процедуры, что вот раз и все, волшебные палочки, к сожалению, у меня нет. То есть она не разгладится моментально и даже не через 3-5 дней и не 10, а это может быть через полгода, когда она придет на контроль. Вот тогда мы сможем сделать повторную процедуру и тем самым добиться, чтобы слои кожи были идеальными и были гладкий, красивый опыт. У нас есть несколько дней в запасе для того, чтобы наши процедуры проявили свое действие до того, как она попадет в руки стилистов. Я очень рада, что я внесла свою лепту в изменение образа нашей Людмилы, тем более, что сегодня у нее день рождения, и я от души ее поздравляю, и все изменения это будет приятным сюрпризом для ее родных и близких. Доброе утро, Людмила! Здравствуйте! Как ваше настроение? Замечательное, праздничное. Вы готовы к переменам? Да, я доверяю вам специалистам. К сожалению, Василий слегка опаздывает, поэтому мы начнем без него. А начнем мы с разворота. Стоп, 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 стоп. Мне кажется, рано в это все делайте. Добрый день еще раз, Людмила! Здравствуйте! Я хочу поздравить вас с днем рождения. Спасибо большое! Вы здесь были подарочки. Спасибо большое! Я хочу, чтобы у вас сегодня было хорошее настроение, потому что от вашего настроения и в дальнейшем наша работа тоже, конечно, должна быть такой же красивой, как этот букет цветов. Но мое сегодняшнее настроение целиком и полностью зависит и от вас. Конечно! Вы нам доверяете, потому что мы специалисты, мы профессионалы, и у вас все будет красиво, все будет хорошо. Да, именно поэтому я... Добрый час! Теперь мы вас отворачиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло! Да, извините, пожалуйста, сейчас идут съемки, я вам перезвоню. Спасибо! При встрече с нашей героиней, когда она пришла в конференц-зал, то есть была очень дождливая погода, и наша героиня, она пожаловалась, что ее волосы постоянно в непорядке, именно тогда, когда вот такая погода. то есть они у нее волнятся. Когда волосы волнятся, то есть он становится поистым, и появляются какие-то антенки, вот, и это смотрится небрежно. Есть большая разница между волосами, которые бьются, и которые волнятся. Волосы, которые бьются, то есть они бьются аккуратно, да, завиток в завиток заходит. Даже при любой погоде, они даже красивее смотрятся, потому что они от влаги, принимают влагу, и они структурируются, и красиво смотрятся. А у вас когда волнится, то есть он волнится, и получается пушок, поэтому смотрится растрепанным. Если вам эта проблема знакома не понаслышке, то я могу вам дать совет, как ухаживать за этими волосами. Для этого нужно иметь шампунь, увлажняющий шампунь, увлажняющий бальзам, может быть даже два шампуня, потому что это может быть утренний шампунь и вечерний шампунь. И также шелк или масло для волос. Мы подарим нашей героине серию для волос, которая решит ее проблему. Это серия шампунь и бальзама, в том числе и это масло, то есть это как бы трип, который увлажняет волос. Он склеивает чешуйки волос, и волос структурируется, и он становится тяжелее. И он упорядовывается, немножко становится более порядочным, и он ложится так, как он должен ложиться. То есть он утяжеляется, скажем так, увлажняется и утяжеляется. И при этом волос становится послушным, нет никаких контейнеров, нет никакого пушка. Волос послушный и красиво ложится. И за счет масел он еще и блестит. Краски придумали ни сегодня, ни вчера. Но многие женщины остаются при старом мнении не краситься. Не то, что мы против натуральности цвета волос, просто красители дают волосам более жизнь, блеск, сияние. Наша героиня сегодняшняя относится к тем женщинам, которые или не красятся вообще, или красятся очень редко. У нашей героини светло-русый оттенок волос с зеленым оттенком, который никак не подходит к ее типу кожи и внешнему виду. В этом цвете она безлика. Мы берем в руки яркие цвета красок и попробуем преобразить и сделать ее жизнь ярче. На ваших экранах каждое наше преображение смотрится очень легким и быстрым, а на самом деле это долгий творческий процесс. И на каждом его этапе могут подстерегать какие-то сюрпризы. Что ж, от них никто не застрахован. Работа стилистов кипит. Ну а у нас с вами есть время выпить чашечку ароматного кофе из кафе. Наслаждаясь его волшебным вкусом, смотрим новое откровение очень независимой, уверенной в себе женщины. Что рассказать про нее? Про нее не нужно рассказывать, ее нужно делать. Нет, не должен каждый заниматься. Занимается тот, кто действительно это хочет. Сегодня он идеальный, завтра он уже не идеальный. Я горжусь каждым новым кадром. Людей, девушек, обнаженных. Фэшн, знаменитые фотографы. Мои друзья, блогеры. У меня нет кумира. Сегодня меня вдохновляет этот фотограф, завтра я абсолютно равнодушна к ним. У меня вообще стерлись грани, я там, где я есть, и все. Сегодня я в Молдове, завтра я в Непале, послезавтра я в Америке. Это не имеет значения. У меня есть значение люди, которые вокруг меня. Иногда во мне просыпается очень большая золушка, и я могу стоять у плиты весь день. Свободного времени нет, и в последнее время я читала только книги по психологии. Мне нужно управлять людьми на съемочной площадке, поэтому я стараюсь этому научиться. Грамотно, технично. Классная, очень известная модель, обнаженные и слоны. Путешествия дают мне вдохновение, отвлечение, новые какие-то горизонты, новых людей. Я люблю путешествовать, для меня это как глоток свежего воздуха. Любые мечты должна реализовать, она не должна останавливаться, а просто должна делать то, что ей нравится. У меня большие планы, я не буду о них рассказывать, потому что вы можете их сглазить. Я не думаю, что она в одежде или в мейкапе, она идет изнутри. Это какая-то женская нотка, женская жилка, которую чувствуют мужчины, и это невозможно как-то дополнительно понавешивать на себя атрибутику и быть женственной. Это должно быть изнутри. Дарить цветы женщинам – это приятная банальность, да? Обязательно. Безусловно, это очень тонкое внимание, потому что, когда дарит мужчина цветы каждый день или очень часто, как это бывает очень редко, но в целом, то женщина перестает это оценивать. Но когда мужчина дарит очень редко, но метко, это довольно приятно. Я бы хотела научиться петь, рисовать и танцевать. Я не считаю вообще что-либо достижением. Я считаю просто, я делаю то, что я делаю, и если люди это оценивают, и им нравится то, что я делаю, значит, это уже достижение. Новая я. Когда я выхожу после салона, когда меня немножечко причухают, что-нибудь со мной классное сделают, или когда я возвращаюсь с новой страны, я действительно новая, у меня действительно все обнуляется, и я приезжаю с другими глазами, с другим видением. Субтитры сделал DimaTorzok Как и многие женщины, Людмила боится ярких помад. Но не стоит этого бояться, так как в этом сезоне очень актуальные, сочные, яркие оттенки. Несмотря на то, что ярко-красный тоже имеет место быть у героини, но он теряет свою актуальность и уступает место другим оттенкам, таким, как ягодные, таракотовые и темно-бордовые оттенки. В трене сейчас не только яркие губные помады, но и особый способ их нанесения. Он называется эффект недокрашенный губ. Для этого эффекта мы используем два цвета помад. Один более приглушенный, другой более насыщенный цвет. Более темный мы наносим на серединку губ, а другой мы наносим на края, тем самым создавая эффект недокрашенный губ. Почему бы не превратить простое нанесение помады в ритуал? Дерзайте, не бойтесь экспериментов. Доброе утро! Весна шагает по планете. От зимней спячки просыпаемся не только мы, люди, но и звери. Просыпается и сразу же красуется на наших платьях. Вернее, на платьях из новой коллекции «Джулия Алерт», которая представлена в фэшн-бутике «Новая Я». Давайте узнаем, как создавалась коллекция. Продолжая рассказывать вам о брендах, сделанных в Молдове, сегодня мы заглянем в святая святых молдавского дизайна – творческую мастерскую «Джулия Алерт». Все вещи под одноименным лейблом отличают неповторимый крой, поистине шикарное качество тканей и особенный, ни с чем не сравнимый дизайнерский замысел. Как обычно показывает практика, по необходимости смены сезона мы подготовили новую коллекцию «Весна-лето 2015», которая уже представлена в магазинах города. В новой коллекции захотелось использовать что-то совершенно нестандартное. Хотелось сменить то настроение, которое превалировало зимой. Нестандартный крой, использование нестандартных тканей, более цветов темных, но либо контраст пастельных цветов, либо очень темные цвета, как черный, болотный, использование принтов, вышивки. То, что, собственно, является неотъемлемой частью нашего стиля. В том числе присутствуют и животные принты, просто они уже сделаны совсем в другом стиле, поэтому выглядит это совершенно иначе. Жирафы, зебры, коалы и тигры. Ритмотивом новой коллекции была фраза «Любовь спасет мир», соответственно, мы ее озвучили на ткани на некоторых изделиях. Если говорить о составе ткани, которую мы использовали, то есть кожа никуда не ушла, присутствует кожа, присутствует креп, натуральные ткани. То есть достаточно большой разлет, поэтому как-то сложно прям перечислить все, но использовали, как обычно, большее количество натуральных тканей. Сейчас совершенно сложно говорить о трендах, потому что если мы возьмем дизайнерские дома, у каждого совершенно свой стиль, как бы уже давно отошло от того, что есть какие-то общие понятия, да, то есть все делают то, что они хотят, потому что мода не диктует какой-то конкретно один цвет или конкретно одно направление. Но уже давно практика показывает, что молдавские дизайнеры идут в ногу со временем, поэтому как бы стыдно нам не будет. Продолжение следует... Людмила, у вас сегодня день рождения. Мы еще раз вас поздравляем. Мы все старались для того, чтобы у вас было праздничное настроение, чтобы был хороший настрой, и чтобы ваши гости, муж, дети удивились такой новой маме. Самый главный вопрос, перед тем, как мы развернем вас к зеркалу, вы готовы видеть свое новое отражение? Абсолютно новое. Ну, мне уже очень не терпится этого. Хорошо, тогда, Василий, давайте исполним мечту Людмилы, покажем новое отражение в зеркале. Раз, два, три, и смотрим реакцию. Это не красный, как вы боялись, это рыжий. Это рыжий. Мы старались сделать из вас Джулиану Мур. Мы вас увидели в этом образе. Мы решили, что вам нужно добавить цвета, чтобы ваше лицо заиграло, чтобы ваша кожа засияла, глаза загорели. Вы плачете от счастья или от горя? Я себе, ну, многое могла представить, но вот такой я себе точно не снялась. А какой себе представляли? Ну, не знаю. Ну, то, что я не буду такой, как я была, я понимала, потому что от вас не уходят такими, как пришли. Это однозначно. Как вы находитесь в образе с такой яркой помадой? Мы услышали вас, что вы не умеете пользоваться яркой помадой. Решили сделать вам такой вот макияж, где будет акцент на губы. Я смотрю в зеркало, и я пока не вижу себя. То есть, да, хочется вот зеркало протереть и увидеть у себя. Или, ну, как, я не осознаю, что это я. Людмила, я знаю, что исправит ситуацию. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям о том, что заявку прислал ваш супруг, и вы одновременно. При этом супруг не знает, что мы сегодня колдуем над вашим новым образом. Он думает, что вы весь день просто проводите парикмахерс, где вам просто сделают укладку. А совсем скоро перед ним пристанет совершенно новая супруга. Давайте дождемся его реакции, потому что мужчины не лгут, и мы поймем, хорошо мы вас переделали или плохо. Я себе не представляю, что это будет. День рождения невозможен без подарков. Вас сегодня их очень много. Мы вам дарим специальную серию от партнеров компании ЧИ. Это супер серия, вам все завидуют. Серия Биосилк. Это увлажнение волос для ваших окрашенных, вьющихся волос. То, что доктор прописал. Ну, а Василий вам потом нашепнет, как пользоваться, как часто. Спасибо вам. Так, чтобы это заработало. Огромное спасибо всей команде, потому что за ваше терпение, за ваш труд увидеть себя за один день абсолютно другой, ну, вообще, наверное, это все-таки фантастика и это сказка. Это, знаете, как входишь в одну воду и выходишь абсолютно другой. Все сегодня, я думаю, убедились, что я стала абсолютно другой. Во всяком случае, я себя вижу другой. Надеемся, что вы себя примете такой. Мы остановили свой выбор однозначно на рыжем цвете волос, как у Джулианы Мур. Рыжий цвет очень идет нашей героине. Она стала ярче, индивидуальнее, эффектнее. Героиня желала оставить свою длину волос. Мы это и сделали. Мы чуть-чуть просто облегчили ей, как бы, кончики волос. Вот. И поиграли с цветом. С цветом поигрались. Получился у нас такой казус, потому что у нашей героини была предыдущая старая милира, на которую мы рассчитывали, что она проявит себя немножко по-другому. Но получилось так, что концы стали очень красные. И нам пришлось немножко поиграться для того, чтобы сбить эту красноту. Мы считаем, что мы сделали очень правильный цвет, рыжий цвет, который ей очень идет. Потому что предыдущий цвет, он был очень холодный. Он надавал зеленый оттенок и сливался с лицом. И это было, как бы, не сказать, что старил или взрослел. Во всяком случае, не было лица. Просто не было лица. Поэтому мы с этим цветом выиграли очень много, потому что у нее появился цвет лица. То есть она заиграла, и она сможет поддерживать в дальнейшем этот цвет. Милые девушки, Данна, если вы обращаетесь на нашу передачу, если вы нам пишете, то, пожалуйста, будьте готовы всегда к кардинальным переменам. Если вы не готовы к этому, то лучше не пишите нам. Всегда ваш, Василий Горбачев. У сегодняшней героини новейшая века. У нее очень опущен уголок глаза. Что мы сделали? Мы темным оттенком коричневого цвета слегка вытянули его и подняли уголок глаза. Наша героиня очень боится ярких помад. Она боится экспериментов, как и многие женщины в нашей стране. И мы сегодня сломали ее стереотип и сломали ее страхи. Акцент сегодняшнего макияжа мы сделали на яркие губы. Мы использовали очень яркий оттенок помады, терракотовый. Он подходит к новому цвету волос героини. Так как Гириня у нас сегодня стала рыженькой, хотела бы посоветовать ей использовать новые оттенки, новые палитры помад. Не бояться экспериментировать, использовать яркие помады, такие как оттенка меди, терракотовые, бежевые. Также имеет место быть в палитре. А на лето смело можно использовать морковный цвет помады. Еще одно золотое правило женщин. Помад много не бывает. У нашей сегодняшней героини Людмилы очень хорошая фигура. Поэтому подбирая ей одежду, корректировать ее не пришлось. Достаточно было лишь подчеркивать достоинства. И мы легко подобрали ей три разных образа. Первый образ, такой женственный, романтичный, это в первую очередь достигло за счет того, что одежда пастельных тонов. Во вторую очередь за счет такого женственного кроя юбки, которая подчеркивает талию. Юбка, кстати говоря, выполнена из натуральной кожи. И одежда из такого материала каждый сезон присутствует на модных подиумах. То есть она всегда актуальна. Носить одежду из кожи, юбки из кожи, можно каждый день, днем, в повседневной жизни. В этом случае юбка не должна иметь дополнительных деталей отделки, крупных рюш или крупных металлических украшений. А также избегайте одевать такую юбку с колготками в сеточку или с колготками с полоской сзади. Вверх подбирайте непрозрачный, без глубокого дегольте. И тогда, используя одежду из кожи, у вас получится не создать вульгарный и вызывающий образ. Продолжение следует... Продолжение следует... Наша героиня работает главным бухгалтером, и ей можно и нужно носить нарядные вещи каждый день. Что я имею в виду, когда говорю нарядные? Например, вот такая блуза, которую мы подобрали в фэшн-бутик «Новая я». Это блуза от местного дизайнера Юлия Алерт. Она выполнена из блестящего материала, который держит форму. В такой блузе Людмила на работе будет смотреться более авторитетно, успешно и, самое главное, не скучно. Для того, чтобы успокоить, такие вещи, их стоит носить с более лаконичными, однотонными, простыми соседями. Ну, также успокоить такую блузу могут, например, джинсы. С другой стороны, такой образ, который мы подобрали Людмиле, может стать еще более нарядным, праздничным, вечерним. Достаточно лишь поменять аксессуары, например, добавить серьги. В таком виде, я думаю, Людмила спокойно может отпраздновать свой день рождения на работе. Редактор субтитров А.Семкин Людмила обязательно будет праздновать свой день рождения в кругу родных и близких. И для этого случая мы подобрали ей в фэшн-бутик «Новая я» длинное платье в пол. Сочетали мы его с массивным украшением, и вот в такой комплектации это платье подойдет для вечернего праздника. Но не стоит думать, что длинное платье можно носить только вечером. Нет, оно имеет несколько жизней. Например, днем его можно сочетать с курткой-косухой, с мягким свитером или мягким кардиганом. Естественно, что не все платья подходят к таким случаям, не все они универсальны. Если вы выбрали себе платье для вечера, но хотите, чтобы оно было, так скажем, и в пир, и в мир, то визуально представьте себе это платье коротким. Ну, например, издалека закройте низ платья ладонью. И если вы поймете, что короткую версию платья вы сможете одеть днем, то, значит, и длинную версию вы сможете приспособить. Если же и короткая версия вам покажется слишком наряды для дня, то, к сожалению, такое платье можно будет одеть только вечером. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я перепутываю, чтобы попросить об этом. Такая красивая. Да? И тебе нравится? Нашка последующая. Что такое? Ну, здорово. Ты в шоке? Ну, есть еще шоки. А что тебя больше всего шокирует? Фотография лет двадцать назад. В белом платье. А, то есть... Ну, у меня не было такого цвета волос? Ну, волос не было. Помолодела вам двадцать лет? Почему вы? Супер, супер. Классно. У нас нет слов. У нас нет слов. Нам нравится. Супер, все. Мне тоже очень нравится. День Рождения! Кто сказал, что день рождения – грустный праздник? Сегодня мы попытались доказать обратное. Судя по реакции гостей, у нас получилось. Пишите нам письма на вековособачка.ртр.мд. Смотрите нас каждую субботу в 13.20 на канале РТР Молдова. Всех с праздником! И миниц в том числе. Пока-пока! 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 ПЕСНЯ 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 Я уже поняла, дайте мне хоть последний раз улыбнуться сегодня. Запоминайте себя. У меня светит. Здравствуйте. Как ваше настроение? РТР Молдова. Где ты? Так и называется. Так и называется эффект недокрашенных губ. Я так красиво мне показалась, сказала, что я сейчас уже не придумаю так снова. А я? Вы не должны их отдавать, должны выход отобрать у вас их. Отобрать? Рано улыбаетесь. Рано. Новая я. Еще раз я забыла слова. Получи фашист гранату называется. Снято. Стоп. Генеральный спонсор программы Нес Кафе Голд. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...